Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала помнят, что я живу в Испании. Видимо, в связи с этим мне в личку постоянно валятся в просьбы приготовить что-нибудь испанское. Сегодня будет как раз такое. Fideos con mariscos, что можно перевести с испанского на русский приблизительно как макароны или лапша с морепродуктами. Хочу обратить ваше особое внимание. Я стараюсь снимать ролики, которые в первую очередь показывают технологию приготовления и только во вторую рецепты. Потому что если вы знаете и умеете приготовить 10, 20, 50 рецептов, это не значит, что вы умеете готовить. Это всего лишь означает, что вы знаете 10, 20, 50 рецептов. А вот если вы знаете и умеете их применять 10, опять же 20, 50 технологий, то вот это как раз и означает, что вы умеете готовить. Потому что в этом случае рецепты вам уже не нужны. И сегодняшний рецепт интересен в первую очередь как раз таки своей не совсем стандартной, не совсем обычной техникой приготовления. Впрочем, хватит болтать, давайте я вам лучше все покажу. Какие именно морепродукты использовать, совершенно не важно. Более того, несмотря на то, что живой в 20 километрах от моря и проблем со свежими у нас, как вы догадываетесь, нет. Специально для иллюстрации этой мысли я сегодня буду готовить из замороженных. Вот у меня морской коктейль, а это замороженные мидии. И еще понадобится рыбный бульон, насыщенный. Постоянные зрители канала прекрасно знают, как его готовить. А для новичков сообщаю, что на канале все ролики объединены в плейлисты. Вот там и ищите, там супа бульона, по-моему, так называется. Чем более насыщенный будет бульон, тем вкуснее результат получится. Сначала займусь луком. Его надо нарезать мелкими кубиками. Очень часто в разных рецептах, в том числе на ютубе, я наблюдаю у авторов совершенно бездумный подход к форме нарезки лука для различных блюд. Если по рецепту лук нужно отправить в бульон, ну как, например, в ухе, или тушить его в соусе, то нарезать его надо кубиками, например, такими. Почему? Да потому что каждая луковая пластинка покрыта такой прочной, тонкой, прозрачной пленкой, которая тепловой обработки не разлагается. И если лук нарезан соломкой, то в готовом блюде после тепловой обработки эта самая соломка превращается в такие... Вот здесь посмотрите и решите, на что это похоже. Поэтому, когда смотрите разные рецепты, обращайте свое внимание на эти тонкости, и вы сами сможете делать выводы о том, насколько автор рецепта профессионален. И тогда уже делайте выводы, стоит ли автор рецепту доверять, если он даже такие элементарные вещи игнорирует. Именно из понимания и умения пользоваться как раз таки такими тонкостями и складывается умение готовить. Начну обжаривать наливку масла, холодного отжима, лук и чеснок. Еще раз обращаю ваше внимание, масло в данном случае Extra Virgin. Меня регулярно спрашивают, можно ли жарить на оливковом масле холодного отжима, на Extra Virgin. Отвечаю, все зависит от нескольких моментов. Во-первых, про опасность канцерогенов. Они появляются, если масло горит. Но, обращаю ваше внимание, что если вы нагрели масло до такой температуры, что оно начало гореть, то в нем продукты, которые вы положили, тоже начнут гореть. Тогда уже пофигу, какое масло. Все равно вы этих самых канцерогенов наедитесь, по-самой не балуйся. Помешать не забываем. Сжигать просто ничего не надо. Второй фактор. Экономическая целесообразность. Extra Virgin ощутимо дороже рафинированного масла. Поэтому, если вам в готовом блюде от обжаренного продукта нужна только поджаристая хрустящая корочка и сам, собственно, аромат оливкового масла не важен, то и нет смысла его использовать. Используйте рафинированное. Нарежу пока перец. Это у меня так называемый итальянский. Он не такой сладкий, как болгарский. Но и остроты в нем нет совсем. Так вот, возвращаясь к маслу. Если в той поджаристой корочке, которую вы получаете в результате обжарки, аромат оливок вам важен, тогда уже, конечно, мы используем Extra Virgin. Но при этом очень важно следить за температурой. В том числе и потому, что перегретое масло стремительно теряет свой аромат. Отправляю перец в сковородку и сразу в новый лист. Все вместе надо обжарить минут 5-7. Огонь ниже среднего. Так, чтобы перец стал мягче, но еще не расползся в кашу. А я тем временем порежу помидорку. Надо резать тоже немощными кубиками. Семена удалю, они крупноваты. С помидором те же самые принципы нарезки, что и с луком. Конечно, если вы хотите, можно помидорку баланшировать в кипятке и снять шкурку со всем. Но у этого сорта шкурка тонкая, а кубики я нарежу мелкие. Так что шкурка остается на месте. Вот так. Так, что там с перцем и луком? Отлично. Можно добавлять помидоры. И сразу перемешать. Кубики мелкие, поэтому им хватит буквально 2-3 минут. После чего я добавлю сухого белого вина. Что касается вина. Для готовки я использую недорогие вина. Как правило, из винограда сорта Sauvignon Blanc. Неплохо подойдет рислинг. Совсем не подойдет на мой вкус шардоне. Потому что у шардоне такой сладковатый, слегка соломенный прикус. И он, как мне кажется, совершенно не сочетается с морепродуктами. Но давайте уже добавим, наконец, вина. Оно начнет выпариваться, оно начнет впитываться в овощи. И придаст им такую классную виноградную кислинку. Ведь что такое вкусное блюдо? Это блюдо, богатое по вкусу. А здесь сладость лука и перца. Острота чеснока. Я еще добавляю виноградную кислинку. Сейчас буквально 5-7 минут. Вино выкипит, а соус станет гуще. И можно продолжать. Маленькое, но очень важное дополнение. Для сегодняшнего блюда формат пасты очень важен. Испанцы, ну, по крайней мере, те, что живут в нашем регионе, традиционно используют вот такую. Называется нафидеус. Видите, это совсем маленькие макароны, диаметром в сухом состоянии, миллиметра 3, наверное, не больше, с маленьким отверстием. Вот это самое отверстие в процессе готовки заполнится соусом. То есть он будет не только снаружи, но и внутри. А теперь внимание. Та самая технология, про которую я говорил в начале. В соус высыпается сухая паста. И сразу же начинаю перемешивать. То есть, по сути, тут используются те же принципы, что и при приготовлении ризотто. И по мере необходимости я добавляю рыбный бульон. Не весь, сразу. И помешиваю, контролируя впитывальность вкусов и ароматов. В соусе довольно много масла. Вы знаете, что большинство ароматических веществ жиростворимые. И в данный момент именно масло содержит львиную долю вкусов и ароматов этого соуса. И если в блюдо сразу плюхнуть много бульона, то сухая паста в первую очередь впитает в себя именно бульон. Да, тоже вкусный, тоже ароматный, но все же не такой вкусный и ароматный, как масло. И вот сейчас уже пора добавлять морепродукты. Готовятся они быстро, буквально 5-7 минут. Так что перемешиваю их. И, пожалуй, еще немного бульона. Пасту лучше всего для этого блюда использовать, конечно, из твердых сортов пшеницы. Используйте из мягких, и очень высока вероятность получить вместо готового блюда клейстер. Ну и сейчас добавлю мидий. Они без творог, и поэтому с ними надо обращаться аккуратно. А то подлетают моллюски от творог, и блюдо потеряет львиную дырю своей привлекательности. Огонь ниже среднего аккуратно помешиваю. При необходимости еще добавляю бульона понемногу. И сейчас уже можно посолить, помешать и попробовать. Отлично, угадал солью. Обратите внимание, продукты у всех разные. Лук, помидоры, могут быть кислые, могут быть сладкие. Вино, может быть кистое, может быть не очень. Бульон тоже разный. Поэтому вот именно сейчас доводите блюдо до вкуса. Балансируйте с солью, с сахаром, кислотой. Можно, например, лимончика выдавить. Или использовать винный уксус. Кстати, здесь можно использовать креветочный миск. Если вы, конечно, заранее заботились с его приготовлением. Вот вам ссылочка. В общем, именно сейчас вы вносите самые последние штрихи в свое гениальное кулинарное произведение. Поэтому постарайтесь не запарить все свои труды. Ну вот, все и готово. Обратите внимание на консистенцию соуса. На его густоту. Вот если тут использовать предварительно сваренную пасту, то она была бы пропитана водой. И не могла бы впитать в себя вот этот ароматнейший соус. Так что, на мой взгляд, это очень интересная технология. Пора снимать пробу. Ну и парочку миди для красы. Очень, очень насыщенный вкус морепродуктов. Готовить так можно, например, только с креветками. Или использовать смесь мидий и креветок. Или вообще другой набор. Я вам больше скажу. Если у вас действительно насыщенный рыбный бульон, то можно вообще без морских гадов обойтись. И результат будет все равно обалденным. Попробуйте. Спасибо за компанию. Всем пока. Тьфу, блин. Петрушку забыл посыпать. Склеротик. Тоненький, прозрачный. Который совершенно тепловой плавок. Да потому что каждая луковая пластинка покрыта такой пленкой. Да потому что каждая луковая пластинка... Медицинская аппетит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...